В первую очередь, я думаю, геополитическая ситуация. То есть, если будет приближение с Западом, откроет рынок для дополнительных инвесторов, для дополнительных игроков и поможет работать всем экосистемам вместе, это будет очень положительным шагом. Ну, мне очень интересно нейросайенс. Я думаю, что все прогнозы, которые предсказывают какое-то слияние людей с машинами и, скажем так, способность использовать небиологические ресурсы людьми, я думаю, это очень интересная тема и с нетерпением жду посмотреть на это. Ну, особенно в России, я думаю, что софт и все, что связано с Enterprise Software, будет, ну, и сейчас вызывает интерес и будет продолжать вызывать интерес, потому что это у нас очень сильно и там еще есть куда развиваться. Прежде всего, геополитические вещи. То есть, экосистема, когда она одна или когда она отрезана от глобальной экосистемы, или, скажем так, не отрезана, но менее контактирует, это негативно не отражается. Так что, нужно договариваться, как говорят. В принципе, финансовые инструменты, ну, и не финансовые, уже достаточно развиты. То есть, рынок уже не каким он был раньше, он развит и он живой. И, в принципе, все есть. Нужно просто грамотно его использовать. То есть, вот сегодня рассказали про третейские венчер-суды. Вот тут постоянно появляются новые интересные инструменты. Все есть, все само как бы происходит. Ну, разница в Великой Израиле. Рынок крохотный. Что значит крохотный? Он относительно размеров страны, он большой. В глобальном масштабе он маленький, и его легко охватить, легко понять. Вся информация быстро распространяется. В России рынок гораздо больше, и он как бы сконцентрирован в больших мегаполисах. Как только выходишь за их пределы, ситуация немножко меняется. Поэтому вот здесь процессы все занимают гораздо больше времени. И нужно это понимать, и, я думаю, иметь реалистичные ожидания. То есть, то, что в Израиле происходило, например, там, за 2-3 года в России, ну, просто по объективным причинам должно занимать дольше времени. Мне кажется, вот это основная разница. Интересно, как всегда. Очень интересно и здорово. Каждый год, как сказать, ну, каждый год я это повторяю, но каждый год реально происходит, ну, экосистема становится все более взрослой, более интересной, более развитой. Очень интересно видеть это, наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова